Всем привет! В этом ролике вы узнаете самые вредные свойства брокколи, о которых нам не говорят. Кому она противопоказана и как получить максимальную пользу с этого овоща? С вас лайком мы начинаем! Чтобы понять, чем вред брокколи, стоит сказать о ее пользе. Чем же полезна брокколи? Она относится к овощам, богатым питательными веществами. К полезным свойствам брокколи относят позитивное влияние на пищеварение, сердечно-сосудистую систему, иммунную систему, а также противовоспалительный. И антиканцерогенные эффекты. Более того, брокколи содержит небольшое количество натрия и калорий, и совсем не содержит жира. В брокколи содержится значительное количество клетчатки, витамина С, а также калия и витамина В. Ну и кстати, есть некое количество протеинов. Брокколи является богатым источником растительных пигментов и антиоксидантов. Растительные пигменты – это вещества, придающие растениям окраску, аромат или вкус. Согласно данным Американского института по исследованиям рака, растительные пигменты обладают многочисленными полезными свойствами. Пигменты, содержащиеся в брокколи, включают в себя глюкобрасицин, каротиноиды и флавоноиды. Антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы, способные нанести вред клеткам организма. Свободные радикалы представляют собой нестабильные молекулы, образующиеся в результате обмена веществ. Согласно данным Национального института рака, эти соединения повышают риск развития онкологических заболеваний. Брокколи является источником лютеина, входящего в состав антиоксидантов, а также сульфарафана – сильного антиоксиданта. Брокколи также содержит дополнительные нутриенты, включая магний, фосфор и небольшое количество цинка и железа. Как брокколи защищает нас от рака? Наиболее известным и полезным свойством брокколи является способность защищать от рака. Брокколи относятся к крестоцветным овощам. Известно, что все овощи, относящиеся к этому семейству, способны защищать от развития рака желудка и кишечника. В брокколи также содержатся важные и мощные антиоксиданты – сульфарафан и другие. Эти вещества обладают детоксицирующими свойствами. Эти вещества способны снижать выраженность оксидативного стресса. Они также могут влиять на уровни эстрогенов, что в свою очередь снижает риск развития рака груди. На уровне с раком есть еще крайне опасные заболевания именно сердца и всей этой системы. Как же брокколи предотвращает сердечно-сосудистые заболевания? В дополнение к снижению уровня холестерина, брокколи также укрепляет стенки сосудов. Сульфарафан, содержащийся брокколи, обладает противовоспалительным эффектом и способствует предотвращению развития атеросклеротических бляшек. В особенности у пациентов с сахарным диабетом второго типа. Согласно данным Гарвардского университета общественного здоровья, комплекс витаминов В регулирует уровень гамма-цистеина. А что это такое? Это аминокислота, накапливающаяся в организме при употреблении красного мяса и повышающая риск развития ишемической болезни сердца. Как брокколи влияет на ваше зрение? Вам, наверное, известно о том, что морковь полезна для зрения. Благодаря содержанию в ней лютеина. Лютеин входит в состав антиоксидантов и оказывает положительное влияние на здоровье глаз. Одним из лучших источников лютеина является брокколи. Еще один антиоксидант, содержащийся в брокколи, зиоксантин, обладает схожими с лютеином свойствами. Оба вещества лютеин и зиоксантин защищают от болезней, связанных с вашим зрением. А что там с пищеварением? Как она на него влияет? Брокколи способны улучшить пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки. На 10 калорий в брокколи содержится 1 грамм клетчатки. Клетчатка также способствует сохранению нормальной микрофлоры кишечника. Брокколи защищает слизистую оболочку желудка от развития язвы и воспалений. Сульфарафан, содержащийся в этом продукте, препятствует росту бактерий, которые поражают слизистую оболочку желудка. Также брокколи отличается противовоспалительными свойствами и защищает больные суставы. Результаты исследования свидетельствовали о том, что сульфарафан, который содержится в брокколи, защищает суставы пациентов благодаря торможению молекул, активирующих процессы воспаления. Антиоксиданты и омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в брокколи, также регулируют процессы воспаления. Как брокколи ускоряет рост мышц? В 100 граммах измельченной сырой брокколи содержится 2,82 грамма растительного белка. Это больше, чем в спарже, шпинате и картофеле. А упомянутый выше сульфарафан повышает уровень тестостерона, необходимого для роста мышечной ткани. К тому же в брокколи много калия. Он снижает кровяное давление, предотвращает мышечные спазмы и поддерживает здоровье сердца. Врачи рекомендуют употреблять этот овощ и для профилактики нервных расстройств. Содержащиеся в нем витамины группы В положительно влияют на нервную систему. А входящий в состав брокколи антиоксидант кверцетин подавляет выработку кортизола, гормона стресса, который разрушает мышцы. Если с полезными свойствами все ясно, так что там с вредом для нашего организма? Кому нельзя есть брокколи? Брокколи безопасен для потребления в пищу, а возможные побочные реакции при его поедании весьма незначительны. Наиболее частыми из них являются газообразование и раздражение толстого кишечника, вызванные большим количеством клетчатки. Подобные побочные эффекты характерны для всех крестоцветных овощей. Однако польза для здоровья значительно превышает такого рода дискомфорт. Лица, принимающие препараты, снижающие свертываемость крови, должны употреблять брокколи с осторожностью. Витамин К, который содержится в этом продукте, может вступать во взаимодействие с лекарственными препаратами и снижать их эффективность. Во всем нужно знать меру, старайтесь есть больше разнообразных овощей и учитывая, что подходит именно вам. Несмотря на все полезные свойства, есть брокколи можно не всем. Из-за высокого содержания клетчатки, людям с нездоровым желудком и повышенной кислотностью желудочного сока не стоит злоупотреблять этим овощем. Из-за повышенного содержания клетчатки, капуста в сыром виде противопоказана тем, кто только что перенес оперативное вмешательство. Если брокколи вполне себя оправдывает, несмотря на свои маленькие минусы, то авокадо вполне себе очень распиаренный продукт, который по сути не самый полезный. Подробнее об этом можете посмотреть вот в этом ролике. Подписывайтесь и до скорого, друзья!